всем привет меня зовут фурца виктор я нахожусь в киеве столице украины и вот в лаборатории я хотел бы рассказать о том как работают и собирают насекомых энтомологи да это наша профессия энтомология изучения насекомых но чтобы изучать насекомых их нужно собрать какие же методы методы сбора и сохранения насекомых вот это вкратце я об этом расскажу начну с того что совсем недавно проходила практика в институте педагогическом имени драгоманова в киеве почему я об этом говорю потому что я увидел в метро идущую девушку сачком совершенно верно это была практика энтомологии потому что сачок по энтомологии по залоге без позвоночника это рабочий инструмент энтомолога вот здесь как раз это мой сачок не такой уж он и маленький как вы видите диаметр его 40 сантиметров и в общем-то именно таким сачком собираются насекомые сачок такой обычно не покупается в магазине он сшивается из тонкого такой ткани не бязевой а такой ситовой ткани из которой просеживают муку чтобы все насекомые оставались сачке чертеж этого сачка есть по всех учебниках например в этой книге фасулате полевое изучение наземных беспозвоночных также как и методы сборы и сохранения насекомых но лучше о них поговорить потому что сейчас есть видео и вот на солнышке в августе 2014 года я вам еще могу об этом всем рассказать спокойно показывая как это делается часть делается в лаборатории часть более я покажу как хочется таким сленгом как собираются насекомые в сачок сачок может быть разного диаметра и разной высоты соответственно вот он так выставляется по мере возможности тогда можно им собирать одетые наверху насекомых например обкашивать вот так вот обтрушивать ветви растений на более высокой их растениях однако как же выбирать этих насекомых как их найти сачке сачок сначала козят раз собирается как же их найти конечно же их нужно издять из сачка для этого применяется самый простой метод я покажу все этапы это так называемый насекомого ловитель или экзагаустер 2 пластиковые трубки сменная баночка вот и все соответственно насекомые всасываются с помощью экзагаустера сменную трубочку здесь насекомые замаривается например каким-то веществом прежде всего при употребляется эти луксусный эфир можно употреблять и серный эфир например который используется для наркоза однако эти луксусный эфир во-первых не вредный серный эфир очень быстро испаряется а эти луксусный очень быстро бывает насекомых он не столь вреден в малых дозах даже при использовании на ватке кроме того если вы поймали насекомых насекомых нужно сохранить сейчас имеется множество методов хранения насекомых но прежде всего два метода сухие насекомые сохраняются или спирте сухие насекомые сохраняются на так называемых ватных слоях для этого насекомые для насекомых заготовляются такие конвертики на конвертиках укладываются ватные слои изготовляемые просто из бумаги из из ваты подписывается обязательно этикетка и вот здесь укладываются так аккуратненько насекомые соответственно обязательно пишется этикетка после чего этикетка вот сейчас печатается на принтере например можно изготовить под размером 7 на 20 миллиметров чем меньше этикетка тем обычно лучше потому что она занимает меньшее место под насекомым и вот обязательно эти матрасики закрываются но это здесь сохраняются насекомые в массовом количестве вот в таких матрасиках ватных слоях однако если вы их монтируете насекомых монтируют на булавки потом например монтируют маленьких такая коробочка в которой хранятся насекомые временно после того как ставится в большую коробочку в коллекцию мы здесь например пчелы здесь бабочки насекомые монтируются на булавки но не просто булавки которые покупаются в швейном магазине нет булавки специальные это энтомологические булавки вот так вот они выглядят были раньше еще при советском союзе вот эти серые булавки однако старые советские булавки они ржавеют поэтому они портятся современные булавки вот изготовляются в польше в чехии их привозят наши коллеги вы их можете приобрести например нашим и в киеве в энтомологическом обществе или вашем университете если кто-то привозит энтомологи или можете заказать даже по интернету сейчас стоимость от 40 гривен до 30-40 гривен вот за эту один пакет пакетик 100 булавок далее насекомые монтируются на булавки они накалываются на булавки специальным образом расправляются чтобы было видно крылья усики лапки насекомых и конечно же под насекомое ставится вот это то что я говорил этикетка этикетка самое важное собранным насекомым потому что без этикетки грош цена вашей коллекции и вашим собранным насекомым потому что неясно где собрана кем собрана когда собрана все это должно быть на этикетке на маленькой написанной от руки черными чернилами не расплывающимся или напечатаны на принтере где собрана когда и кем сборщиком желательно еще на чем на каком растении в какое время если это собрано на свет или в природе на каком растении а так получается первичная коллекция которая ставится например вот такие пластиковые баночки которые коробочки которые также должны тщательнейшим образом закрываться тщательнейшим образом потому что вредители которые существуют различные жуки поедать кожиеды крайне любят уничтожать насекомых в коллекции поэтому такая коллекция должна быть тщательно тщательным образом закрыта в пластиковый еще желательно даже закрытие полиэтиленовый пакет потому что все равно остается крошечная щелка и вредители жуки кожиеды пробираются и съедает вашу коллекцию которая на которого потратили уйму времени так вот кратенько например сохраняются насекомые но что делать если насекомые небольшого размера небольшого размера например я собираю паразитических перепончатых крылых насекомых которые небольшого размера от пол миллиметра до всего лишь одного миллиметра для этого я применяю кусочки пластиковой трубки пластиковые трубки самые обыкновенные вот той же самой что на x gauster и это же пластиковая трубка применяется например в аквариуме такая аквариумная трубка для подачи воздуха она нарезается диаметром она 76 миллиметров может быть более тонкая может быть более толстая ну вот от 4 до 6 миллиметров как раз подходящая трубка она нарезается кусочками по 10 миллиметров закрывается ваткой с обоих сторон то что будет очень удобно можно накалывать этот кусочек трубки на иголку под нее очень удобно ставится этикетка с написанным что где когда тем собраны это насекомые и в каком месте и на каком растении из какого вредителя и насекомые помещается внутри этой пластиковой трубочки если они маленькие они занимают мало места они здесь не травмируются закрывается ватной пробочкой соответственно они очень хорошо сохраняется их никто не повреждает потому что очень часто передают в институт насекомых на определение собранных кое-как и кое-где передают их в теоретных пачках в коробочках насекомых прежде всего легко сохранить например в стеклянных пробирках вот например жука усача положить в стеклянную пробирку или же например легко сохранить насекомых просто в пенициллиновых пузырьках опять-таки закрыв их тщательно ватной ваткой и подставив здесь приклеив этикетку тогда насекомых хорошо сохранится и оно не будет уничтожено вредителями его можно будет определить если имеются пробирки насекомые сохраняются в пробирках например вот такого размера где-то 4 сантиметра длиной и шириной около одного сантиметра вот это пластиковые пробирки в них очень удобно сохраняются они не разбиваются может могут быть и стеклянные пробирки как я говорил насекомых также можно сохранять в спирте безусловно если вы собираете насекомых желательно часть собрать например сухими часть собрать в спирте почему потому что сейчас развивается интенсивно-молекулярные методы исследований и насекомых можно исследовать молекулярно только определить название вида на молекулярном уровне что очень будет точно и в общем-то на очень высоком уровне исследований особенно если это небольшие трудно определяемые насекомые вот например как у меня сохраняются такие насекомые вот они сохраняются в спирте в обычных таких майонезных баночках вот в таких майонезных баночках здесь могут сохраняться даже крупные вот жуки 96 процентном спирте или вот здесь разнообразные насекомые почвенные пробы или вот здесь вот пробы собранные кошением то что сачком что же за вот это удивительные майонезные баночки с ними у меня связана специальная история в них собираются мелкие насекомые для этого используется как раз вот этот сачок вот этот сачок и вот этот замечательный инструмент который называется ловушка чабы туреце ловушка сепаратор она применяется одновременно с вот этим сачком но изумительность этой ловушки что она разборная она была подарена у меня венгерским исследователем хальцит перепончатых крылых насекомых чабы туреце и вот и успешно используется уже много лет чабы туреце работает в Венгрии собирает и изучает хальцидоидных наездников и изобрел эту ловушку как сепаратор для того чтобы ускорить сбор мелких начеков как она устроена видите здесь два таких отделения здесь маленькая баночка здесь большая баночка а вот здесь посередине имеется сито поверьте мне здесь металлическое сито диаметром сито всего лишь один миллиметр соответственно а вот здесь и привязан темный рукав почти что фоторукав практически от фото рукава и сделано во время кошения насекомых сбора насекомых насекомые помещаются вот в этот фоторукав и завязываются все здесь помещается не только насекомые но все весь мусор палочки упавшие сюда цветы упавшие веточки потому что входит трудновато разбирать насекомых особенно очень шустрых и быстрых а вот мелких крошечных которые до миллиметра размером еще труднее их можно собирать при помощи эксгауста но это очень сложная процедура требует большого навыка и она занимает времени а вот сепаратор позволяет ускорить процесс изъятия насекомых из сечка если вы насыпали в рукав насекомых насекомые устремляются к свету положительных фототратизм насекомые бегут сюда но они наталкиваются на сито на сите происходит разделение крупные насекомые бегут сюда в большую баночку с ними вы можете их также изъять или выпустить а мелкие насекомые бегут в маленькую баночку для чего вы используете спирт вы их успешно фиксируете спирт или же их можно фиксировать не в спирт баночка одна закрывается и следующая баночка наворачивается соответственно следующая порция насекомых бежит в сепаратор вот такая изумительная очень эффективная ловушка в которой мешают конечно паучки и муравьи которые набиваются в этом сети вот здесь наверху они тоже устремляются быстро сюда в мелкую банку и мешают сбору насекомых тем не менее если проверять сепаратор достаточно часто и снова его закрывать достали зафиксировали поставили новую баночку он работает очень быстро и эффективно и собирает буквально немедленно через 15 до 20 минут здесь будет полная баночка даже через пять минут набитая насекомыми а здесь можно собирать даже и больше 30 минут до часа потом постепенно выбирая этих насекомых и так же заменяя заменяя одну банку заменяю ее другой банкой а ту предыдущую банку закрывая и фиксируя насекомые в крупной банке вот такая ловушка сепаратор турци чабы турци кроме того другой метод который также я хотел бы сказать чтобы завершить как бы вопрос о сборах насекомых хотя бы пары вот этих методов особенно мелких насекомых это применение вот таких чашек это тарелки мерики тарелки мерики я их уже показывал однако я их показывал в поле вот покажу их еще раз повторюсь в лаборатории потому что для людей очень туго доходит нужно показывать и нужно рассказывать вот такие тарелочки очень удобной в использовании пластиковой тарелочки на которых вы можете подписать что это ваши тарелочки и разместить их в путь на почве их можно даже подвесить в крону дерева если вы собираете насекомых на каком-то специальном культуре сорте растений и будете собирать именно на этом дереве или же просто помещается на почве можно помещать даже просто на песке где нету никакой растительности насекомые все равно прилетят на каменистой почве вдоль ручья на камнях вдоль ручья насекомые увидят желтые ловушки и прилетят в них и утонут но они утонут не просто в ловушке для этого нужно использовать раствор раствор очень прост прежде всего вы применяете для раствора воду и применяете соль на такую например на полтора литра вам нужно использовать две столовых ложки соли сначала вы ее размешиваете в домашних условиях и несете в поле уже готовый раствор раствор соли и еще капаете сюда чайную ложку например шампуня шампуня и средства для мытья посуды тем самым вы понижаете поверхностную пленку и вода становится удобной для ловли насекомых эту воду вы разливает расставляете ловушки на почве в общем то достаточно близко друг от друга или вдалеке друг от друга как вам нравится чтобы вы их потом нашли и наливаете в эти тарелочки воду с шампунем и солью или просто воду с шампунем на такую бутылку полтора литра наливаете всего лишь чайную ложку шампуня этого достаточно вода становится мыльная насекомые попав на воду тонут в эту воду и хранятся там если это вода просто с шампунем достаточно день-два если с солью могут храниться три-четыре дня в зависимости от условий если правда это будет на солнце за три дня вся ваша ловушка вашей чашками отверстия высохнет высохнет просто за один день вода нагревается становится горячей вы когда опускаете сюда руку видите что горячая вода и она испаряется соль здесь будет по краям ничего страшного в следующий раз чтобы возобновить работу ловушек необходимо в поле идти с водой вода это ваш инструмент вы уже просто обычной водой доливаете тарелочки в местах их где они расставлены соответственно насекомые ловятся в эти ловушки ну что нужно второе второе нужно обычный вот такой маленький сачок в этот маленький сачок в полевых условиях вы и сливаете эту воду сливая насекомых которые здесь находятся соответственно сливая насекомых вы их потом приносите например в обычной такой баночке или просто в полиэтиленовом пакете опять-таки в этой же в этой же самой в этом же самом сачке небольшом рыболовном сачке и сачке для мальков которые вы можете купить просто в рыболовном магазине а ловушечки эти все время остаются в поле они будут дальше работать они будут работать у вас целый месяц например могут два месяца работать три месяца работать на том месте которую вы обследуете очень удобно конечно тоже нужно делать дальше прежде всего в поле вы сливаете насекомых с ловушек и приносите их в лабораторию или в полевой лагерь в домашних условиях вы конечно же можете все это промыть под краном в полевых условиях вы промываете все это водой промываете ложки волой и после этого ссыпаете насекомых промытых водой в баночки для хранения например вот в такие майонезные баночки и закрываете их плотно заливаете 96 процентно или 70 процентным спиртом пишите ей этикетку место время сбора и кем собрано и этот материал как раз будете использовать для исследований в осенний и зимний период или последующее время соответственно этот материал сохранится насекомых необходимо промывать водой потому что иначе они будут покрыты слизью они будут покрыты белым налетом от солей промыв их они будут чистые они достаточно гибкие подвижные и все замечательно смываются вместе с мусорком который остается в этих чашечках конечно в чашки попадают и крупные и мелкие насекомые попадают например какие-то другие животные например улитки попадают крупные щеленистоногие попадают например пауки крупных животных можно отсюда просто выкидывать если они вам не нужны если улитки портят вам просто воду приходится выливать эту воду заливать новую свежую воду и расставлять эти тарелочки для дальнейших сборов вот такие желтые тарелки мерики желтые тарелки мерики применяются везде по всему миру ими собирают и в бразилии ими собирают в африке азии северной америки где этот метод очень эффективно используется для крупных насекомых для мелких насекомых в том числе вот я использую для сбора мелких перепончатых крылых насекомых и если вам хочется собрать исследовать мелких насекомых или вы хотите изучить биоразнообразие насекомых вашего заповедной территории вы можете их собирать различными методами этот метод и то чтобы ленивых но он достаточно трудоемкий потому что нужно насекомых выбирать в то же время он и ленивый потому что насекомые сами ловятся в эту ловушку вы их не собираете иной раз вы когда придете и вы увидите что просто насекомые ползают по вот этой ловушке например трипсы кругом будет ветер кажется что обычным сачком вы никого не поймаете а насекомые прилетели например трипсы прилетели ходят здесь сами прыгают и тонут в эти тарелочки с водой наполненные водой и шампунем и тонут и потом промывая их вот ваш материал для исследований куда нести этот материал если вы работаете в научном учреждении это материал для ваших исследований если вы требуете вам экспертное подтверждение того что вы собрали приносите в институт зоологии в отдел энтомологии в Киеве энтомологи работающие в нашем отделе поможет вам определить этих насекомых прежде всего контактируйте с экспертами специалистами работающими по той или иной группе но для этого сохраните насекомых в спирте или сохраните их в сухими баночках в пробирочках как я говорил перед этим и передавайте их экспертам для дальнейшего определения их видового состава а в дальнейшем вы будете знать видовое разнообразие вашей исследуемой территории и материал можете использовать как для ваших различных отчетов для проектов для написания статей обзоров и для различных рекомендаций по сохранению охраняемых территорий например вот такие методы исследования некоторых групп насекомых о которых я сегодня хотел бы рассказать если вам это понравилось видео ставьте лайк пишите комментарии внизу этого видео не забывайте внизу этого видео есть место где написать ваши вопросы что-то спросить обратиться за консультацией за советом и собирайте насекомых исследуйте насекомых успехов и до следующих встреч в следующих видео о насекомых и о их изучении их охране и исследовании при помощи самых разнообразных методов и их сохранении для исследования в коллекции до следующих встреч до следующих встреч до следующих встреч